Здравствуйте, уважаемые зрители. В одном из прошлых видео я уже рассказывал о модуле энергонезависимой памяти EEPROM 24LC512. Мы разбирали его распиновку и подключение к Arduino и к ATT-85. Ссылки на видео есть в описании и в подсказках. В этом видео поговорим чуть подробнее о записи и чтении целых массивов во внешнюю энергонезависимую память. В видео, где мы разбирали вывод на светодиодную матрицу различных изображений, массивы с битовым представлением картинок мы хранили во флеш-памяти, используя специальную директиву PROGMEM перед названием массива. Но данный способ отнимает существенное количество флеш-памяти, которая у нас предназначена вообще-то для хранения кода скетча. В случае с Arduino Uno, где у нас 32 килобайта флеш-памяти, это еще допустимо. Но вот в случае с ATT-85, например, у которого всего 8 килобайт флеш-памяти, этот способ уже может быть неприемлем. В качестве альтернативы можно хранить информацию в EEPROM-памяти. Причем так как объем встроенной EEPROM-памяти обычно небольшой, можно подключить внешнюю EEPROM-память и хранить данные в ней. Дополнительным плюсом может быть возможность во время работы скетча перезаписать хранимые данные, что в случае хранения данных с директивой PROGMEM во флеш-памяти не получится. И вообще данный модуль в дип-корпусе прекрасно размещается в точно таком же гнезде, как и восьминогие теньки. То есть его можно использовать как аналог SD-карты. И, например, уже в готовом устройстве заменить на другой такой же модуль с другими картинками. И модули еще можно соединять последовательно до восьми штук, увеличивая их суммарный объем памяти. Подробно о распиновке и подключении модулей памяти я уже рассказывал в отдельном видео. Не буду тут на этом останавливаться. Схема подключения будет в описании к этому видео. А вот так вот она у нас выглядит на макетной плате. Перейдем к скетчу. Вернее скетчей будет два. Один для записи данных в EEPROM, а второй для считывания данных и вывода картинок на светодиодную матрицу. В первом скетче у нас два файла с эффектами. Берем первый из них, в котором представлены две анимации бьющегося сердца и горящего огня. После подключения файла указываем адрес EEPROM, число светодиодов нашей матрицы, количество различных анимаций в подключаемом файле и количество кадров в каждой из них. Далее у нас идут функции, которые записывают массив цветов в EEPROM память, разбивая каждый цвет на байты при помощи указателей. Как это делается я рассказывал в прошлом видео. Еще хочу отметить, что в случае светодиодной матрицы тратить по три байта на цвет достаточно расточительно. Для светодиодной матрицы цвет каждого пикселя можно представить и одним байтом. Но о других цветовых схемах и о переводе из одной цветовой схемы в другую поговорим в отдельном видео. А пока будем пользоваться таким представлением цвета, так достаточно привычным. Ниже идут функции сохранения по пиксельно каждого кадра анимации и сохранения блоками из нескольких пикселей. Как я покажу дальше, сохранение блоками происходит быстрее. В функции Setup вначале записываем в EEPROM память служебную информацию о количестве пикселей матрицы, количестве анимаций и числе кадров в каждой из них. Эта информация будет нужна, когда будем считывать данные уже в другом скетче. А затем, отступив 32 байта, предположим, что мы их выделили для размещения всей нашей служебной информации. Записываем все анимации в EEPROM память. В конце у нас будет выведено сообщение, когда запись память завершится и сколько миллисекунд это заняло. Загружаем скетч в Arduino, открываем монитор порта, дожидаемся окончания записи и видим, что время записи составило 2670 миллисекунд, то есть около двух с половиной секунд. А вот если мы будем записывать каждый цвет по отдельности, то время записи составит почти 9 секунд. Теперь перейдем к скетчу, в котором будем считывать информацию из EEPROM памяти и выводить картинку на светодиодную матрицу. Здесь мы вначале подключаем библиотеку для работы со светодиодной матрицей и задействуем энкодер, по нажатию на кнопку которого будем переходить к следующей анимации. Далее у нас идут функции исчитывания данных из EEPROM памяти и построение массива цветов для вывода на матрицу. Подключаем к Arduino светодиодную матрицу и энкодер по следующей схеме. Схему мы уже разбирали в отдельном видео, ссылка есть в описании и в подсказках. Главное не забывать питать матрицу от внешнего источника. Загружаем скетч, отключаем Arduino от компьютера, подключаем светодиодную матрицу и подаем питание на схем. И вот у нас воспроизводится первая анимация из двух кадров, то есть бьющееся сердце. Нажимаем на кнопку энкодера и переходим ко второй анимации. Не знаю насколько это похоже, но вообще это эффект огня. Конечно, правильнее каждый кадр анимации кэшировать в оперативную память микроконтроллера и только при переходе к другому эффекту перезаписывать информацию в памяти на новый набор кадров. Но у AWR микроконтроллеров оперативной памяти обычно немного, да и здесь мне важно было показать, что скорости чтения из EEPROM памяти вполне достаточно для воспроизведения анимации. Теперь загрузим другой эффект. Можно в тот же модуль памяти, а можно и в другой. В коде первого скетча, который производит запись в EEPROM, выбираем файл со вторым эффектом. У нас здесь всего одна анимация, состоящая из четырех кадров. Загружаем скетч и далее загружаем снова скетч чтения EEPROM и вывода анимации на светодиодную матрицу. Подключаем матрицу, подаем питание и вот у нас получается такой эффект вращающегося спиннера. То есть у нас может быть несколько модулей памяти с разными графическими эффектами и мы можем, заменяя модуль памяти, менять картинки на светодиодной матрице. Такая получается альтернатива SD-карте. В следующем видео расскажу чуть подробнее об особенностях работы с библиотекой wire, схема подключения и скетчи в описании к видео. Спасибо за просмотр, до новых встреч!